Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. Часто так бывает, что самые удивительные открытия, совершают не исследователи, а просто люди-пастухи, крестьяне или любознательные дети. В 1991 году в 500 километрах от города Ханой один вьетнамский, фермер совершенно случайно нашел огромную пещеру. Долгое время крестьяне боялись спускаться в нее. Из пещеры доносились устрашающие звуки, которые пугали всех, кто к ней приближался. Только через 18 лет пещерой занялись британские спелеологи. Они установили, что страшные звуки – это результат гуляющего, здесь ветра, а также рев двухкилометровой пещерной реки. За долгие годы вода выточила причудливые тоннели. Учеными было установлено, что этой пещере, как минимум, 5 миллионов лет. Точнее, это 150 малых пещер, которые соединены в одну большую. Кстати, найти вход в нее англичанам удалось не сразу. Он очень узкий, всего лишь 10 метров в высоту. В сезон дождей, сентябрь-март, добраться до нее просто невозможно. Она практически полностью заполняется водой. За такой огромный срок внутри нее образовался настоящий затерянный мир с изумрудными озерами, с талактитами и сталагмитами, глубокими пропастями. В пещерных джунглях живут обезьяны, змеи, насекомые, и другая живность. Здесь можно встретить птиц-носорогов, или летучих лисиц. Сформировалась в пещере и уникальная флора. Некоторые растения произрастают только в этом месте. До открытия пещеры они были неизвестны науке. Пышные деревья достигают 3 метров в высоту. Над ними парят облака. Причина появления последних перепады температуры. Пещера, которую назвали Шандонг, в переводе горная. Река-пещера, в высоту достигает 240 метров. Ее объем почти 40 миллионов квадратных метров. Это самая большая в мире пещера. Одной из главных достопримечательной в Шандонге является сад кактусов. Правда, эти кактусы созданы из камня. 70-метровые сталагмиты так похожи на колючее зеленое растение, что исследователь Говард Лимберт назвал эти «места садом кактусов». Кроме того, в Шандонге можно найти уникальный пещерный «жемчуг». В пещере много кальцита. В течение тысячелетий на него капала вода. Она обволакивала минерал и создавала жемчужины. Они очень похожи на те, которые создают моллюски. Единственным отличием является то, что они не имеют перламутрового блеска. Пять лет сюда водят туристов. Но посещение Шандонга путешествие не из легки. Ведь приходится 80 метров спускаться на веревке. При спуске нужно быть очень осторожным. Из-за высокой влажности камни почти всегда скользкие. К тому же, спускаться приходится только под светом налобных фонариков. Здесь нужно обладать настоящими альпинистскими навыками. Стоит недельный тур в пещеру недешево почти 2 с половиной тысячи долларов. Все эти семь дней туристы живут в палатках прямо. Среди девственной красоты, горной пещеры реки, ежегодно в Шандонг пребывает 250 отчаянных путешественников. Даже бывалые туристы рассказывают, что ничего прекраснее этой пещеры им видеть не доводилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok